В поэтическом и прозаическом поединке в этот день сразились школьники Черкеска. Муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика» собрал учеников с 5 по 11 класс. Ранее эти дети прошли отборочный тур в своих школах, а сегодня снова представили на суд-джюри отрывки из своих любимых произведений. Примечательно, что статус литературного состязания в этом году изменился. Теперь это не всероссийский, а международный конкурс. Сегодня мы проводим городской этап. Сегодня здесь будут детки, представленные со всех школ, со всех образовательных учреждений города Черкеска. Дети, которые прошли сначала классный этап, стали победителями в классе, потом прошли школьный этап, стали победителями школьного этапа, и сегодня они представляют свою школу на городском этапе. Участники заметно волнуются. Каждый из них провел не один день, изучая и анализируя произведения, которые сегодня расскажут перед зрителями. Герман Зимцов полностью вжился в образ своего героя, а для более реалистичного сценического образа надел солдатскую форму. Во время выступления он ни на минуту не переставал думать о своем прадеде, который оборонял плакат на Ленинград. В моей семье был дедушка, который по своим историям изменил мое мировоззрение. И предоставилась такая возможность, что я могу выступить на конкурсе. И когда я выступаю, я всегда думаю о своем дедушке. И мне нравятся военные стихи. А самая юная участница конкурса Амелина Анзорова поразила всех актерской игрой и невероятным умением менять голос, подражая интонациям то маленького ребенка, то взрослого человека. Рассказ о ботной букве, которую не выговаривала ее книжная героиня, конкурсантка подала весьма артистично. Мне помогала учительница. Мы выбрали этот рассказ, потому что мне учительница сказала, что я хорошо меняю голос. Там мальчика, маленького ребенка, девочку. Ну, когда вы его слышали, вы уже слышали, как я изменяю голос. Я еще хочу участвовать, еще, 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 потому что мне очень нравится читать книги, рассказы, сказки. Сегодняшний этап определит трех победителей, которые продолжат участие в конкурсе уже на республиканском уровне, лауреатов которого ждет путевка на специальную смену живой классики в лагере «Артек». Алена Буташева, Радомир Князев, Архиз-24.